Всем добрый вечер. Очередной выпуск в конце дня, так скажем, торгового. Сегодня быстренько пробежимся по итогам торгового дня и по экономическим новостям, которые важны на этот момент. Я встретил такую новость, буквально размещенную вчера. Это к тому, что при выборе брокера нужно быть предельно внимательными и обращать на некоторые нюансы, так скажем. Почему? Да потому что некоторые брокеры могут обанкротиться. Сейчас перейдем к этой теме, на мой взгляд, очень важная. Это касается всех, так скажем, трейдеров, особенно новичков на фондовом рынке. Перед началом видео я традиционно попрошу подписаться на этот YouTube канал, чтобы быть в курсе всех последних новостей, быть в курсе всех финансовых событий, а также торговых операций на фондовом рынке. И параллельно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я выкладываю своевременно полезную информацию. Недавно выкладываю информацию о компаниях, которые приостановили, так скажем, выплату дивидендов, которые отменили дивидендов. И всю такую-то, скажем, подобную информацию, которая пригодится вам в вашей торговле. Также подписывайтесь на иные соцсети, по ссылочке в описании это Яндекс.Зен, то есть альтернативные ВКонтакте. Для чего? Для того, чтобы если YouTube заблокируют, мы смогли с вами быть на связи. Постараюсь это видео сделать более-менее коротким, чтобы не повторяться, потому что каждое видео, в принципе, одну и ту же тему, то скажем, разбираем. Вот, поэтому, смотрите, что касается брокеров. Оказывается, есть такой брокер Универ Капитал, который попросил признать себя банкротом. Компания сообщила о намерении обратиться с заявлением о собственном банкротстве. Ранее она пожаловалась на тяжелое материальное положение и попросила ЦБ о санации. Что такое санация? Санация это финансовое оздоровление, то есть финансовая помощь со стороны Центрального банка. Но для брокеров такой процедуры в заказательстве не существует. То есть мы с вами знаем, что санацию могут проходить банки коммерческие, в том числе мы помним, как санацию проходил банк открытия. Центральный банк выкупал его долю 50%, и тем самым банк открытия стал государственным, то есть владельцем контрольного пакета акций было государство. Осенью государство хотело продать этот контрольный пакет, но, насколько я знаю, пока что сделка эта отложилась. То есть банк открытия по-прежнему государственный по большей части. Так вот, читаем дальше. Брокер Универ Капитал, днем ранее попросивший ЦБ о санации, о финансовом оздоровлении, хочет подать заявление о признании банкротом самого себя. В чем, собственно, причина? Смотрите. Проблемы у брокера начались в конце февраля, после обвала котировок российских бумаг на московской бирже. И последующие приостановки работы торговой площадки. Как пояснил представитель мосбиржи, у брокера накопились долги по сделкам, заключенным до 28 февраля. То есть до начала, так скажем, блокировки фондового рынка. Одновременно Универ Капитал потерял возможность самостоятельно заключать сделки РИПО. РИПО это продажа, то есть короткая продажа бумаг с обратным выкупом. То есть, допустим, сегодня вы продали бумаги, но с условием обратного выкупа, допустим, на следующий день. То есть вы высвобождаете тем самым денежное средство, скажем, на сутки. Так вот, как оказалось, брокер Универ Капитал заложил бумаги, в частности ОФСДшки, своих клиентов. Так вот, в чем здесь, собственно, суть. Когда вы выбираете брокера и когда заключаете с ним, так скажем, договор, открываете счет, обращаете внимание на такой вот пункт. возможность предоставлять брокеру свои, так скажем, бумаги. А именно, там, по-моему, как-то галочка, по-моему, есть о том, что вы можете запретить предоставлять в пользование брокеру свои купленные бумаги, акции, либо ОФСД, то есть ценные бумаги, которые, если вы не поставите эту галочку, брокер может использовать в своих операциях. То есть, отдавать в долг, так скажем, сделки в репо отдавать, либо, так скажем, давать в долг клиентам для постановки в шорт. Тем самым, брокер рискует вашими бумагами. Вот, как мы видим на примере Универ Капитал, брокер обанкротился, заложив и свои бумаги, и бумаги своих клиентов, порядка 80, по-моему, клиентов, ОФСД-шки, тем самым попал на маржин колл. Клиенты попали на маржин колл. И здесь вот описывается то, что Универ Капитал потерял возможность самостоятельно заключать сделки репо. Для получения дополнительной ликвидности, эта функция перешла к национальному клиринговому центру структуры Мосбиржи, который заключал сделки репо по штрафным ставкам и использовал активы клиентов, не имеющих маржинальной позиции. Позиции оценил Универ Капитал в общую сумму штрафных процентов 880 миллионов рублей. Понимаете, да? То есть, брокер заложил, грубо говоря, простыми словами бумаги своих клиентов и попал на маржин колл. Вот так вот, ребят, есть риски и в самих брокерах. Поэтому тщательно выбирайте брокеров и тщательно проверяйте те документы, которые вы подписываете с брокером. Обращайте внимание на те возможности, которые вы можете предоставлять брокеру. Исключайте возможность предоставления брокеру в долг своих бумаг, чтобы брокер не мог ими пользоваться. Вот этот, скажем, момент проверяйте. Особенно те, кто новички, об этом, скорее всего, не знают. Да, я думаю, и не новички о этой функции, многие просто либо не знают, либо не обращали внимания. Но это определенный риск. Значит, смотрите, что сегодня по торгам. Мы с утра с вами быстро побежались по Газпрому, по Сбербанку, по иным бумагам. По Газпрому я сегодня отмечал, что с утра, что так как вчера была позитивная нотка в переговорах России с Украиной, я говорил, что возможно сегодня эту новость отыграют и будет некоторый оскок. И мы видим по Газпрому отскок. И также я говорил, что скорее всего будет проторговываться вот этот диапазон в ближайшее время. Пока, скажем, ухудшения ситуации нет, поэтому те, которые, условия я описывал в случае ухудшения, но это, так скажем, отказ Европы от энергоносителей, это, так скажем, долгосрочная перспектива, но возможно мы ее избежим, если все у нас будет по поставке хорошо. А также, получается, без данных, скажем, негативных факторов у нас остается торговый диапазон пока что на ближайшее время. Это вот 210-230 примерно вот в этом диапазоне. Скорее всего будет вот такая болтанка, но мы, в принципе, это и наблюдаем. То же самое по Сбербанку. С утра также был гэп, то есть, тот, так скажем, новость, которая является ноткой позитива в переговорах, она должна была быть отыграна, и мы увидели также гэп по Сбербанку. Вверх, но в итоге этот гэп закрыли, и была такая же вот болтанка в течение дня. Пока что, так скажем, на рынке какой-то прослеживается позитив со стороны физических лиц, но, по моему мнению, эта перспектива пока что это позитив, пока преждевременный. И обольщаться не стоит, и нужно, так скажем, осторожно подходить к инвестициям, особенно долгосрочным. Потому что, в случае ухудшения ситуации, мы, как по Газпрому, по Сбербанку, так и, в целом, по нашему российскому рынку, можем отрисовать еще одно дно. Таким вот образом. Можем даже обновить лои, то есть, по Сберу это 100. Мы это наблюдали уже на протяжении всего падения. То есть, у нас каждое дно считалось последним. Была проторговка, в итоге обваливались, была проторговка и опять обваливались. Поэтому, это дно очередное может быть не последним. Это нужно иметь в виду. Потому что, как геополитическая, так и экономическая ситуация пока что не разрешилась. И все идет в том же, так скажем, в той же степени. И каких-либо изменений пока что мы не видим. Также были сегодня такие, какой рост по ВК очередной продолжался. Я в такие компании не лезу. Вот это, скорее всего, был откуп шортов нерезидентами. И также позитив, как я уже говорил ранее, переток, так скажем, из заблокированных площадок интернет. Переток трафика ВК. Но, хочу обратить внимание, что здесь, на дневке, нарисован уже крест, что говорит о развороте. В целом, это просто, на мой взгляд, отскок дохлой кошки, как его называют, с последующим понижением вниз. И вот эта свеча сегодняшняя нам прекрасно об этом говорит. В целом, я называю такие ситуации, кто не успел выскочить, тот остался надолго. Мы наблюдали такие ситуации по многим бумагам. То есть, разгоняют бумагу, народ в нее запрыгивает, видя рост. А потом, так скажем, начинается слив. И кто не успел выскочить из нее, так скажем, остаются в этой бумаге надолго. Мы наблюдали такие выносы по многим бумагам очень часто. Я не советую лезть в такие бумаги. Вот, в принципе, наверное, все на этот момент. Завтра, я не ждаю чего-то, скажем, нового. Скорее всего, будет такая же болтанка. Пока вопрос по дивидендам не решится. Если появится какая-то нотка позитива в части дивиденды, выплаты дивидендов, либо отмены дивидендов, то рынок будет, опять же, на это реагировать. В том числе и «Газпром», и «Сбербанк». Если какая-то информация появится, то отреагирует либо ростом, либо падением. Пока что, как я и говорил, волатильности особой не будет, потому что нерезиденты на нашем рынке не торгуют, которые создавали волатильность. А без нерезидентов у нас просто рынок полу, так скажем, полуактивный. Покупать некому и продавать, собственно, уже некому. Пока что действуют все те ограничения, которые вел ЦБ. Ребят, вот такие вот мысли пока что на текущий момент. Завтра с утра включимся с вами перед началом торговли и обсудим с вами перспективы торгов на завтрашний день. Ребят, не забываем подписываться на этот канал, ставить лайки, писать комментарии, подписывайтесь на иные соцсети. У нас с вами был Дмитрий Шеф. Всем пока-пока.